Высадил нас, говорит, выходите и все из поезда, ехал с нами в одном вагоне, это ваша остановка, дальше, оно, да? Говорит, следующая, потому что уже будет Дели, зато вы сейчас уедете. Наш поезд, у нас был предпоследний вагон, вернее, даже последний. Знаете, что, говорит, что дальше на такси, потому что, говорит, вы сейчас уедете, этот поезд не останавливается именно в Агре. Короче, мы поверили ему, и вот идем. Вот, короче, мы и в Агре. Смотрите, ну трип такой нормальный получился у нас, получается. Нам еще, у нас впереди еще Джайпур, Ришикеш, Дели, и потом мы возвращаемся в Гуар. Но это наш не последний поезд. Поезд, кстати, не худший вид транспорта, если, конечно, ехать хорошим классом, да? Мы первым классом ехали. Поэтому дальше у нас еще один сегодня поезд, мы будем ехать отсюда в Джайпур. А дальше самолетики. Самолетики. Ну что, жаль, конечно, что мы в таком виде туристическом явимся на Тадж-Махал. Все-таки восьмое чудо света, и хотелось бы быть в платье. Но мы изрядно помяты после Варанаси, поэтому я, конечно же, буду рекомендовать вам в Варанаси не вставлять ваш маршрут, а ехать в него отдельно. Вот именно для посещения именно Варанаси. Потому что он отнимает огромное количество вашей энергии. И, блин, он очень грязный для того, чтобы двигаться дальше. Ну, я надеюсь, что мы не зачешемся. То есть главное вернуться без чесотки хотя бы. Потому что мы, конечно, вот такие красивые, идем на Тадж-Махал, едем. Ругайся. Я говорю, пожаловалась, что они говорят, таксизы. Короче, говорят, до Тадж-Махала тысячу рупий такси. Вот такая дрыгалка 500 рублей. Ехать не знаю сколько. Мы сейчас пойдем посмотрим автобус, сколько стоит. Официально, гад, смотри. Бумаги официально принес. Это не веришь мне? Смотри. Все по 800. 20 рублей, Лен. Хорошо, мы выбрали автобус за 20 рублей. Тадж-Махал, да? Уже бусы, но это будет лучше. Тадж-Махал. О, Агра. Если мы идем в Агра, мы не идем в Тадж-Махал. Но потом мы можем идти в Агра в Тадж-Махал. Да, очень хорошо. И возьмем еще один из Тадж-Махал. Да, да, да. Но это лучше, чем clean. Это не лучше. Что будет, если убить корову в Индии? Корова считается священным животным. Убить корову равнозначно убить священнослужителя. Все эти гуляющие по дорогам коровы, в основном бездомные коровы, бомжи. Прохожие иногда кормят скитающихся. Но этого недостаточно. Многие коровы очень худые. Питаются на мусорках пакетами и другим пластиком. Животное хоть и священное, но истощенное и голодное. О, боже мой. Так, здесь, короче, на этом виде транспорта мы доехали до вот такого дядьки с конем. Дальше мы пересаживаемся вот на такое средно-транспортное средство. И едем уже непосредственно на Тадж-Махалу. Блин, вам не видно, да? Короче, пересаживаемся, Лена, сюда. Заводи шарманку своей, дружинка. Пипец, конечно. Это место. Дальше надо дальше опять пешком еще идти. Потом нам сказали, что до Тадж-Махалы, до восьмого Чуда Света, идти 300 метров. И мы отправились в путь. Слушайте, конечно, к этому Тадж-Махалу мы добираемся уже сутки почти. Мы шли пешком. Мы ехали на поезде, на велосипеде. Мы на автобусе добирались сюда. На каких-то мотороллерах, рикшах. Я не знаю, мы сменили, по-моему, уже 9 видов транспорта. Теперь еще идем пешком. Я надеюсь, Тадж-Махал, ты этого стоишь. У меня, короче, я единственная, не нашла аптеку нигде. А у меня почему-то аллергия началась, не знаю, на что уже. Наверное, на индусы, на Индию, короче. У меня же аллергия. Потому что я именно задыхаюсь. Я даже не могу слюну глотнуть. У меня удушье какое-то идет, и все. Ну, я надеюсь, я выживу в этой экспедиции нашей. Тадж-Махал сделан из белого мрамора. И со временем начал терять свой цвет. Потому что смог сильный, да. И они натирают его периодически белой глиной. Чтобы он был так же прекрасен. А вот к нему, вот мы где вышли с вами. Потому что дальше не пускать. Бензиновый, кто на газу. Ну, то есть только электрокары могут подъезжать к Тадж-Махалу. От того, что здесь такой чистый воздух, я вам хочу сказать, мне легче становится дышать. И глотать могу. Значит, короче, мне становится лучше. Потому что действительно здесь нет такого загрязнения. Не знаю, не совсем понятно, куда ехать. Идти. Сейчас покажу вам, как электрокары здесь работают. Вот, пожалуйста. Так вот, загружают в автобусы. Чтобы 300 метров не идти, едут везде, значит, полицейские. Хорошая охрана. Но, знаете, очень неспокойные манки. Сейчас обезьяна на меня чуть не кинулась. Хотя она с детенышем. И она подумала, что я ей как-то угрожаю. Хотя я ее вообще не трогала. Просто проходила мимо. Надо телефон держать покрепче. О, я впереди уже вижу какие-то врата красивые. Как указывает цена на этом. 50 рублей стоит леди. Ну, посмотрим. Для туристов такая же будет цена. 50 рублей. Один пикит стоит тысячи триста. Да ладно. Ну, короче, нам мы 2 600 платим за 2 билета. Все остальные платят 3 копейки. А у нас, так как мы туристы, 2 600 стоит. У нас отдельная очередь. Здесь, значит, этот, а здесь туристы. Все-таки 1300 заплатили. Поэтому за 1300 можно и сюда пройти. Так, дальше куда нам? Дальше уже совместно со всеми идешь. Уже нету разделения. Уже идешь вместе со всеми. Сначала только говорят, ой, ты много заплатил, иди отдельно. А потом говорят, нет, вместе со всеми по змейке это ходишь кругами, ходишь, бродишь вот так. Это самая унизительная процедура. Перед Тажмахалом выкрутили все сумки, просто тупо залазят в сумки, все выбрасывают из нее. Вы не представляете? Ну, представьте, мы путешествуем, а в рюкзаке лежат все личные вещи, да, там. И они вот просто с ума сходят, все это выкидывают при всех. Мужчины, наши вещи. И вот что-то у Лены произошло, что-то они там говорят, туда иди. Лену развернули, сказали пойти сдать хранилище какие-то вещи, там яблочко, еще что-то нужно убрать. Меня пропустили, сказали, там есть некоторые моменты, которые они сказали, ладно, оставляй, но типа смотри, чтобы там типа не это. Не ела, не пила, короче, в Тажмахале. Здесь вот главные врата, да, в Тажмахал, потому что... Или это и есть Тажмахал, как вы думаете? Нет, она врата для прохода. Видите, вот здесь маленькие купола, их, по-моему, 22 штуки, потому что именно столько лет он и строился, измерением в годах, сколько лет строился. Тажмахал построил шах какой-то там, не помню, да, в честь своей жены, которая умерла в родах. То есть вот он, в честь нее, потом же здесь и он был, это усыпальня его жены, честь, нет, честь нее, а усыпальня он здесь захоронен еще, вот так вот. Вот, чтобы вы видели, я здесь, я тут очки, вот она я, я сюда доехала, ребят. Тажмахал мы все-таки с вами увидим, хотя, если честно, мы раз в пять хотели развернуться и уйти, потому что чудовищное зрелище, чем путешествовать по Индии, четко мне казалось, будет более романтичным, а оказалось более отвратительным. От запахов, от непонятного поведения, бескультурного поведения индусов, поэтому, конечно, это еще то испытание, но мы здесь и пошлите смотреть вместе. Ну что, ребят, вот я на фоне Тажмахала, вот Тажмахал, вот я. Слушайте, а мы вместе хорошо смотримся, ведь он как будто бы парит над водой, такой красивый, вы знаете, наверно он того стоит. Я еще, правда, смотрю вот только через камеру, я еще не оглядывалась, но очень хочется посмотреть вместе с вами на него и подойти ближе. Так, ну что, ребят, мы подошли ближе к Тажмахалу, он такой прекрасный, прям, знаете, такое излучается от него солнечное тепло, я прям рада, мне начинает на душе оттаивать, и я перестаю злиться на Индию, потому что я устала видеть грязь, сигналищие машины, мопеды, а тут такая красота за моей спиной, спасибо тебе, Индия, я этого заслужила. Тажмахал – это дворец из белого мрамора с драгоценными камнями, последний подарок императора своей покойной жене, которая умерла в родах 14-го ребенка. Индийский шах был очарован прекрасной бедной девушкой, которая торговала на местном рынке и женился на ней. Прожили они вместе 17 счастливых лет, позже здесь же был похоронен и сам шах. Это просто жесть, я дошла до Тажмахала, не могу попасть внутрь, потому что мой билетик у Лены, Лена в самом начале этого сидит. Я даже не знаю, она не выбросила ли этот билетик, потому что у меня жетончик, а они говорят, по этому жетончику ты не можешь Тажмахалу пройти, билет покажи. Конечно, очень жестоко, а здесь такие дебильные правила, вот просто по кругу ходишь, чувствуешь себя идиотом, если честно. Такие глупые правила, и они просто преследуют тебя постоянно. Блин, жестко, конечно. Ну есть жетончик, ну это что же самый билет, я же его купила. Иду за бумажкой, хер знает куда. Так, я дала билетик, мне за это дали бахилы. Ну что, пойдемте смотреть, отколупывать драгоценные камушки. Я рассчитываю отсюда пару изумрудов увезти, потому что шах был очень щедрым и для своей жены любимая. Видите, создал какой монумент и еще плюс ко всему все драгоценными камнями там усыпал. Так, прошли еще один паспортный контроль, билетик теперь порвали. Там, короче, галочку поставили, здесь порвали, так что все, точно можно проходить. До этого было не совсем можно, а сейчас уже точно можно. Все, вот, все. 1300 разорвали в хлам. Субтитры сделал DimaTorzok Гробницы снимать категорически запрещено. Но я же должна была вам показать. Дриллики, когда очнутся. Ничего, ребятки, ни одного камушка я там не сперла, потому что его там не было. Какая-то брехня. Но зато, я выяснила только сейчас, что там лежала король и королева. Вы представляете? И видео мне удалось снять. Хотя, мне много раз убирали телефон и удаляли кадры. Удаляли снимки, фотографии и видео. Ну, я же Женя, я же блогер, ваш любимый блогер. Естественно, я для вас все это сняла. Ну, а вдруг вы еще не были в Таджимахалеве? Ну, вдруг. И вы что, так будьте жить спокойно, без того, чтобы увидеть короля и королеву? Конечно же, я вам их показала. Восьмое чудо света мы с вами увидели вместе. Ну, поехали дальше. Ну, и куда же без хороших фото на память. Все, теперь точно можно ехать дальше. Забрали, да, обратно наш жетончик за 1300? Да, понимаешь, да, почему там билеты, а не жетон. Ага, все, пошли. Продают магнитики, шарики. Алиэна заберет сейчас свой рюкзак вот здесь на выходе. На очередном транспортном средстве мы покидаем Таджимахал и едем покушать в Макдональдс, потому что мы голодные. У нас впереди еще 5 часов пути, Таджбарарашиста, не знаю, 5-6 часов пути, поэтому нужно заехать соскочить, покушать, купить таблетки мне, это аллергия, аллергия. И мы наняли себе вот такой электрический тук-тук за 100-хангрид дома в Макдональдс. Почему-то он едет по встречке, я не понимаю, зачем он это делает. Вон наша трасса там, но мы едем по встречке. У них здесь все так. Привез нас на автобус. Все-таки мы в Джайпур. Сейчас расскажу вам все, короче, как все было. Мы решили вызвать Убер. Убер сказал 5300 будет стоить из Агры в Джайпур ехать 5 часов. Потом выяснилось так, что он подъехал и говорит, мне, говорит, вы заплатите мне 6, простите, я чуть заболела. Ужасно себя чувствую, но пытаюсь жить. Короче, она сказала, сказала, 6 тысяч, мы психанули и ушли. Поехали в ближайшее травл-агентство. Купили билеты на Слипербас. То ли не 1600 на двоих. Мне заболела, простите. Короче, мы заплатили 1600, нас вот таксист привез на очередной моторикше. Я не знаю, где дальше буду путешествовать. Я очень хреново себя чувствую. По мне, наверное, даже видно, потому что я вся красная. У меня болит горло. Я думала, что это аллергия. Купила таблетки, это аллергия. Мне они не помогли, потому что у меня, походу, ангина. И простуда, потому что я чихаю. Все очень плохо себя чувствую. Вот, сейчас мы поедем на лежачем автобусе 5 часов. Там нас уже ждет отель. Поэтому уже хочется быстрее добраться. Больше нет денег, короче, наличных. Мы все деньги потратили, сейчас будет, не знаю, короче, у нас вот последняя даже вода осталась. Ну вот, ну надо с карточки просто снять, мы не знаем, где снять. Покажу вам автобус, на котором будем ехать. Ребятки, простите, короче, я правда очень виново себя чувствую. Но я думаю, что мы должны все-таки доехать до Джейпура. Там у нас сутки. Дальше мы летим на самолете в Ришикеш на два дня. Жесть. Ладно, короче, что делать? Отправляемся дальше. Сейчас покажу вам слепер-басс, и мы поехали в Джейпур. Так, что тут контора, контора, контора местная. Где мой, мой, мой френд? Тут какие-то наркотики закидывают. Что-то это было, что-то тут я съел, не знаете. Что-то что-то съел. На остановке сидит, эта остановка есть, видите? Она на остановке сидит. Ты на остановке сидишь, да, дорогая? Да, это заработа была. Здесь вентиляция есть. Он кушает, ребятки, в каком красивом платье она. А здесь вот такая вот остановка, короче, для тех, кто не собирается в дальний путь. Все нормально, Лен? Не собирается, а рискнет. Красивый путь. Давай. Пришли во Всеху, нашли двигательство за 125 рублей, а у нас всего 70. Лена ищет, я ищу, у нас нет денег для того, чтобы мне полечиться. Есть. О, есть. Ура, Леночка, мы спасены. Вот так, 60. Вот так, смотри. 30. Ага, все, спасибо вам большое. Сейчас я выпью и лег и спать. Окей. Одну крышечку, да? Ту? Две? Ту. Окей, спасибо. Все, хорошо, пожнали дальше, нас ждет уже автобус. Через 20 минут мы уезжаем в Джайпур. Субтитры предоставил Пошли в Слипербас. Слипербас наш. Вот, место для водителя. Его койка. Здесь, значит, места сидящие на первом этаже. О, окей. А это наша... Наша койка. Это страшно, конечно. Когда-то увидит Лена, это будет шок. Вот, короче. Я ездила на другом Слипере. Это, конечно, жесть. А здесь нет кондиционера. А здесь нет кондиционера. Ну, у нас окна открыты. Это жесть. Я таком не ездила. У меня был получше, конечно. Вот это наше место. Здесь нет. У нас есть окно открывается. Вот это наше место с тобой. Ой, давай. Залезай. Вот там девчонки сидят. Тут втроем сидят. Поедем. Сейчас. Ой, малышка, конечно, что пойдет. Лена говорит, что когда она поедет, нам станет легче. Я не совсем ей верю. Потому что... Вот, смотрите. Все. Здесь стоят наши кроссовки. Вонючие, которые стоптали пол-индзи уже в этой 50-ти градусной жаре. Это жесть. И у нас есть, короче. И мы так лежим, без простынки, без ничего. И вот так у нас за окно. Блин, почему мы себя так истутаем? Я хочу понять одного. Ребят, почему решили? Знаете, как будто мы жили всю жизнь такие, знаешь, охеренно. У нас всего уже настолько валом, знаете, такие, что же переизбыток всех эмоций. И мы такие, давай, вот это, короче, с тобой сделаем. Я заболела. У меня температура. Мы купили вам лекарства какие-то. Их пьем вдвоем зачем-то. Я, кстати, лекарства потеряла, Лен. Сейчас, подожди. Онколога перестала помогать. Все, больше ты лежишь. Попоймем там, упомяем. Все, все же. Слушайте, мы потеряли лекарства. Дело в том, что мы только что за ним ходили. Ты видишь, начало, пожалуйста. Как ляг, у нас лекарства пропала. И все, антибиотики наши, которые нам хоть как-то помогут выжить. В этом аду. Добрые, пожалуйста. Если вы видите это видео, то, значит, мы где-то в Индии. И еще живы. Пожалуйста, заберите нас. Локацию, локацию. Ищите локацию, где было снято это последнее. Это жесть. Агропуль. Ну, в автобусе, ребят. Агропуль. Говорю, агропуль. У нас кто-то увидит какие-то ориентиры, потом нам поможет по чем-нибудь. Все, ребятушки, короче, увидимся с вами в Джейпуре. Ну, если вы видите, то видите, значит, мы увиделись. Давайте. Папа! А? Да. А я пали вотел. А я пали вотел. Пали вотел, иди. Пали вотел, иди. отеля нас довез такси за 300 рупасов но высадил почему-то за несколько метров раньше мы идем пешком по этому городу но город прикольный не вонючий самое главное здесь меньше сигналят и более современные здания что конечно очень радует покупают хорошо постирать наши вещи сейчас в отеле потому что можно изрядно гре загрязнились все начать джайпур хороший большой город очень уже современный даже можно сказать так нам пока зашел вам нравится посмотрим завтра утром добрались до своего отеля вот наш отель так пойдемте вместе этому же сами джейпуре почему написано наверху это название елы пала не тот короче не туда зашли а мы все еще по иску своего отеля вот уже окажется меня тут адрес приехали вот сейчас пытаемся найти что делать дальше короче нашли люди отеля на другую улицу сейчас пытаемся уехать ну что мы до него добрались вот закрыто все а вот здесь вот вот наш отель мы его нашлись 15 попытки все таксисты вот возили кругами возили но мы наконец-то на месте придемте вместе смотреть его вот здесь вот здесь вот есть ресторан можно пить чай это радует ну чё промо с 3 но я туалет здесь и шкаф-кровать я такой посаживаю с вами вера там вон стрит улице главное что здесь сильно шумно не хочет с балконом туда на улицу и вот эту который маленькая но но который вью туда без всякого шума да пофигу смотри сама не вообще все равно я просто хочу вещи положить какой ты выберешь такой этот почему а сам красоли база балкон круче балкон здесь оказывается ok он здесь у нас здесь у нас он душ прикольный классный душ короче здесь есть здесь есть самое главное нам нужен душ все остаемся как мы рады этому отелю мы здесь искупались после всей этой грязи отмыли все варанасе агру джейпур ты нас радуешь джейпур ты прекрасен просто какой клёвый отель вы не представляете супер сейчас пойдем еще на крышу поужинаем блин меня одолевает болезнь но я должна завтра утром быть бедрячком потому что завтра у нас уже новые приключения мы должны посмотреть джейпур и улететь в решекеш но отельчик прям пятерочка отельчик вам говорю я обязательно вам название вот здесь напишу сейчас чтобы вы имели его ввиду джейпуре биндова в ровно девочки вот она целевизация понимаете мы пришли от за нами тут ухаживать нам еду насыпают боже мой какой кайф программу я не понимаю что это огурцы морковка смеси ой простите сейчас чуть не фокусируется вот запах непонятно что ребятки но мне еще хуже становится с каждым часом просто горит все тело мы находимся в джейпуре мне кажется что это все варанаси и агро эти два страшных города которые просто пропитались я пропиталась ими внутри себя это это вся грязь внутри меня это ужас них хреново до ужаса лена сейчас продлила наше пребывание в отеле джейпуре потому что у нас самолет только в пять вечера но нам обязательно нужно попасть с вами на главную площадь посмотреть достопримечательности и я к сожалению не смогу погулять по городу потому что совершенно нет на это сил никаких но мы посмотрим главные достопримечательности вместе с вами и полетим дальше ребят потому что состояние стабильно хреново я по улицам джейпура мимо пролетают дорогие машины а пока смотрите речи наше вот наше такси следующее мы едем на хава махал хава махал говорим ум на хава махал что-то они не знают такого такого знаменитое место их не единство достопримечательность самая большая а а он не знает ее ну что ты делаешь в этом городе выселить очень погнали закрыла наша корыта вот так посмотрел на меня как будто я у него может и без ветер развивает наши волосы как в априолете по улицам джейпура едем на рикши такие велосипеды с моторчиком и прицепчиком которых людей сажают вот покажу вам поближе кто еще не понял что рикша это самый распространенный вид транспорта в индии стоит как бы по сравнению с убиром там дешевле и но копеечки короче потому что расход маленький и за них учишь где рикши еще такие наглые между дорогими автомобилями такие едут нифига не прут там 30 40 километров в час но блин при этом типа достойно себя ведут на дорогах понимаете асфальтированно претендую вот еще ни черта себе такое здание красиво это торговый комплекс красивый какой прям минутки от нас было у нас не было сил ведь и болеем не было сил в него сходить посмотреть ну и по торговому центру чего лазить да магазины и магазины ты себя какой красивый опять мужик на лошади что они везде на тех лошадях приехали дахава махал оказывается представляете он находится просто посреди торговой улице и собственно говоря вот она здесь торговые ряды то есть продавить всякую мишуру и вот мы с вами уже сейчас я постараюсь и вот снять для вас другой стороны дороги для того чтобы увидеть все его величие это корона кришны здесь 900 окошек для того чтобы он проветривался и от того что гуляет ветер и есть сквознячок его назвали здание 900 от задания ветров вот здание ветров и а и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Тюрбан носят не ради моды, а потому что он имеет большое значение в жизни индийцев. Состоит он из 5-метрового куска ткани. Каждый раз его обертывают вокруг головы заново. Размер тюрбана указывает на должность и статус человека в обществе. Всем спасибо, нам такая шляпа не нужна. Мозги сдавливает сильно. Но так, наверное, со стороны красиво. Я-то себя не видела, а вы уже посмотрели. И потом сюда увидишь, когда буду монтировать. Аэропорт едет. Аэропорт едет. Все люди как люди. Все уже уехали. Мы одни на народе. Одни едем. Трясемся. Как у нас старой клячи, понимаете? Щоп, да? Как люди ехать. Трясемся. Ладно, нас всем гоняем. Я хотела сказать, мы приехали в аэропорт на каком-то ослике. Это просто жесть. Мы могли сюда доехать за 15 минут. Мы ехали за 45 минут. Он... Тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все нас обгоняют. Ну, короче, мы... Мы добрались. Ну, как добрались? Все проезжают нормально, только мы с вами. Осли какой-то сарайчик такой везет нас. Он кто привык, а мы нет трястись так. Меня аж укачало. Боже мой. Какие ж нервы, а? Я вам хочу сказать, не для самбо нервов. Не все готовы к путешествию по Индии. Мне кажется, как бы экспедицию надо готовиться. Нет, как на Марс лететь. Надо пройти подготовки, чтобы тебя в центрофуге покрутили. Там этот Токлена говорит, мы прошли огонь, воду и медные трубы. Впереди у нас Решикеш и мы считаем, что Решикешет. У нас что? Я чувствую солнышко там. Наконец-то привет к нам просветление, ребят. Едем отсюда точно святыми. Встречайте нас. Сейчас мы только с Джейпура выйдем. У нас в самолет сейчас без нас уже улетит, пока он нас довезет. Все окей, говорит, выходите. Господи, сил нет никаких. Сил нет, я вам говорю. Не каждый справится. Мы с температурами заболели. Фух, вон о чем мы ехали. Вот по всему городу. В городе, в котором есть метро. То есть очень развитый город. Мы посреди города едем вот на этом. Как всегда, чем-то выберем. А, реально там еще лучше стоит. Ладно, идем. Не дышится мне уже. Короче, нам нужен авиакомпания Индиго. Ага. Индиго. Ищем. Спалили Лену с ее ножничками. Ля, ля. Нормально, Ленка? В аэропорт решила пройти. Везет с собой ножницы, ложку, вилку, ножи. Это еще ничего. Вон у кого-то еще и перец, гляньте, вытащили. Ну, самый аэропорт. Самый аэропорт очень маленький вот такой. Низенький, маленький. И совершенно неинтересно. Хотя город очень хорошо построен. И у меня и метро даже, я же говорю, есть. Надо посмотреть, какое численность населения. Могли бы аэропорт побольше сделать. А тут что-то как бы скучновато. Так, обед в аэропорту, белая паста, чекен, но пока она только острая. И манго, джуз. Ну, не пойми что, но вон красивенько как-то. Цукаты, видишь, цукатами посыпано? Кого? Цукатами посыпано. Ага, посыпали. Что-то на картинке так не было. Все, пока, короче, Джайпур. Парахат, Джайпур. Уезжаем. Из Джайпура. Снять. Сэнки. Сто штук. На сто местные. Маленький самолетик. Былетайм, вернее, из Джайпура в Ришакеш. Идет всего час 15 минут. Елена уже маска. Говорит, приболела, я буду, говорит, соблюдать правила. Не буду уходить, говорит, за рожать людей. Не хочу за рожать людей, говорит. Гуттер в маске сидеть. Окей, слушай, здесь такой смешный самолетик маленький. Он просто на два ряда. То есть, если надвоем сидим, больше никого нет, наверное. Вообще. На столь человек самолетик всего лишь. Ну что, вот я и в Ришакеше. Высадились ничем, пока ничего не отличается. Ну, главное, что мы долетели, ребят. Мы еще не в Ришакеше. Нам до Ришакеша ехать еще час. Но так как у нас заблокировали карты, потому что, нет, она не сказала, что едет в Индию своему банку. Нас заблокировали. Мы, короче, денег не наменяли. И идем с ней. В новом городе, слышишь, новое приключение. В чужом городе, где-то под Ришакешем, без денег. У нас тут новое приключение. Добраться до места, до отеля час, без денег. Вот как хотите, так и справляйтесь. Ну, что, сейчас что-то придумаем. Мы тоже, мы так, сейчас что-нибудь придумаем. И все будет хорошо. Так, ну что, докладываю всем, как вышли из ситуации. Ленчик написала в отель, в котором мы сейчас заселимся, чтобы они заняли нам тысячу руки. И все. И они показали, окей. Лена сейчас вызвала Uber, который стоит всего лишь 800 рублей. А не как в этом генделике, который сзади меня, 1400 просят. И за 800 рублей мы сейчас доедем до своего отеля в Ришакеш. Вот такие вот дела хорошенькие у нас, между прочим. Ой, мне так интересно, что там за отель. И они говорят, у нас такой отель, такой отель. Мне же прям уже интересно, быстрее в отель попасть. Это не для слабонервных, то, что там будет происходить. Фу, люди, это жесть, я вам хочу сказать. Никогда не приезжайте в Бангарси. Я не знаю, где здесь живут люди. Не можно ли их назвать людьми.